здравствуйте всем сегодня 6 января ну и делаю очередной обзор свои подземные теплицы сейчас в данный момент я стою здесь у меня питунья начеренкованная также семенная и хочу показать вот какой вид смотрите это у меня midnight gold начеренковал я уже достаточно есть также вот это рим маджента семерочки стаканы вот здесь у меня смотрите вот так выглядит семенная питунья но я до этого видео снимал показывала вам часть уже начинаю рассаживать вот сейчас достану в литровые это тайфун вот по моим пар пол тайфун вот так она выглядит приземистая много-много плетей вот буду же сейчас скоро ее рассаживать по литровым и готовить к черенкованию уже с них но здесь у меня пеларгония тут у меня местами где пеларгония где вот маточные заполняю все места вот калибрашка так выглядит себя очеренкованная так это продолжает black trantus у меня такая вот калибрашка я ее черенкую но среду с калибрашки конечно возьми возни многовато нужен подход вот такие вот они меня сейчас покажу это темно-розовые махровые они у меня по номерам вот так вот выглядит у меня спрашивали тут какое освещение у меня хватает ли я вот смотрю некоторые блогеры говорят что минимум 100 ватт на квадратный метр нужно и расстояние там 10-15 сантиметров но и понятно конечно ближе расстояние тем будет лучше но скажу опять же вот по своему опыту да у меня тут солнца же нету вот то есть все на искусственном свете у меня примерно я посчитал где-то около 50 ватт на квадратный метр и этого хватает пока вот я вижу мне это все хватает единственно вот эти вот маточники я поставил ближе повыше но ближе к лампочкам естественно вот подставил такой короб пенопластовый мне нужно чтобы побыстрее зацвела то есть но естественно цвести будет лучше если быть ближе к лампам находиться так но клубничка тут у меня усы дает надо вот проворонил я как говорится надо пылять ее время от времени то есть брать кисточку и по цветам проходить немножко нужно она вроде да она конечно сама пыляем и но нужно помогать и иначе будет вот такая ягода вот видите она вся сморщенная неказистая вкусная конечно я пробовал уже но нужно помогать ей есть конечно и проблемы вот я вниз переместился то есть некоторые кусты вот видите как чувствуется калибрашка плохо добавляя хоть и подкисляя воду но некоторые лучшие выглядят некоторые хуже но это калибрашка с ней нужно возиться вот у меня сейчас внизу сейчас на проливку поставил покажу куст вот это амор аморфиеста что по моему как так называется вот так они выглядят маточные кусты тоже через некоторое время начну черенковать так вербенность они очень чувствует вот видите тоже проблемная вербенка ну какая-то хуже какая-то лучше ну как есть так тут у меня калибрашка пеларгония фукси я вам показывал видео вот так они а рассажа они у меня вот так вот в литровых стаканах пеларгонии маточники уже все подросли я их обрезал под пеньки начинает зацветать вот такая вот у меня красавица есть низкорослая на белая полностью вот так она шапочкой обрастает так тут у меня значит с этой стороны тоже у меня тут все это уже здесь в этой теплице все и черенковал вот так они растут подрастают видите да вот фукси начинает покажу вот так у нее фонарики появляются они зацветают как фонарями дальше много-много фуксии три цвета вот уже хочу вам показать это я здесь черенковал смотрите вот начинаю рассаживать калибрашка вот такая она розовая махровая вот такой вид у нее здесь кстати свет даже красных лампу видите у меня нет красных диодов внутрь его на квадратный метр примерно около 50 ватт освещение 14 часов светит это вот стеллар у меня я расставляю я не говорю то что там прямо тут у меня будет только пеларгония или там калибрашка и питания место появляется где удобнее оставлю под полив там вот они смотрите видите как калибрашками стоят пушистенькие белая она как-то но я полагаю это сам себе сорт такой он немножко вот она белая калибрашка она немножко как-то побеги у нее чуть-чуть длинновато она тянется но мне кажется ты сорт такой потому что вот рядом видите в одном месте темно-розовая махровая она приземистая а белая немножко тянется но тоже я сейчас пока ее не черенкую чуть позже начну я ее черенковать она будет более кустисти вот и будет поприличнее а вот здесь у меня тоже сейчас обработал вот монокалием фосфатом по листу сделал обработку пеларгонии здесь у меня стоит порядка 30 уже здоровых то есть такие вот кусты королевская пеларгония вот ну жду цветоносы чтобы появились решил по листу подкормить чем монокалием фосфатом далее вот такая у меня беларгонии есть кстати название сорт не знаю но она к это полумахровый у меня два вида мне просто черенки подарили и не знает какое название сорта ну вот я ее размножаю кстати вот так выглядит смотрите сейчас у меня на проливке я думаю что сейчас видно вот смотрите это midnight gold это уже вот то я в стаканчик вам маленький покал семерка этот по литровым я рассаживаю не знаю говорят что они кусты слабые у нее кто-то там часто ну видео проскакивают ю тубе что там не интересный сорт плохо цветет но вот пока смотрите видите как кстати одна прищипка всего было то есть я вот черенка ну то есть когда укоренился и пыль после этого я сделал только одну прищипку вот сможете посмотреть ближе каком состоянии сколько плети идет ведь и мне пока все это нравится ну вот сделал как бы обзор на и туда на третий ряд я переходить не буду видно разопленкой там у меня стоят королевские пеларгонии на охлаждение ну вот вроде бы вот тоже видите белая калибрашками стоит в литровых тоже вот сегодня только пересаживаю немножко как бы потянутая но как я уже говорил мне кажется это все таки характерность сорта посмотрим дальше что будет так но еще раз всех с новым годом с предстоящим праздником рождеством христовым все всем пока